Геннадий Циферов И правда, после этого вальса люди начинали смеяться, а грустный музыкант шел дальше и дальше, чтобы где-то сказать «Сейчас я сыграю вам вальс». Конечно, летом, когда земля цветет, ходить по ней – удовольствие. Ночью одуванчик наклонит к тебе голову и скажет «Ложись», ветер споет колыбельно. Но осенью, осенью все голо, уныло и постоянно дожди. А бывает, что из города в город пройти невозможно, слякать и грязь. Вот тогда и вставал старый музыкант на ходули и, стоя так, точно на шатких подмозгах говорил «Сейчас я сыграю вам вальс». И нередко случалось, что единственными его слушателями были деревья. Музыкант раскланивался, сыграв свой вальс, поднимал шляпу, а в ней лежали золотые листья. Это была оплата за музыку. «Листья, осенние листья, я сыграю вам вальс». Но однажды с улицы музыканта позвали поиграть в доме. Там праздновали день рождения девочки. И девочке так понравился вальс, что она уже не могла жить без него. Так и остался музыкант жить в том добром доме. А ходули терпеливо ждали хозяина возле крыльца. Каждый вечер музыкант говорил «Доброй ночи вам, принцесса. Я сейчас сыграю вальс, а вы засыпайте». Девочка закрывала глаза, и будто серебряные и золотые мотыльки отдыхали у нее на ресницах. Так всю зиму она была самой счастливой девочкой в городе. Шли дни. Она выучила вальс и без запинки исполняла сама. И тут музыкант ей сказал «Прощайте, принцесса. Я больше вам не нужен». И взяв скрипку, он ушел. На улице кругом свели деревья, пели птицы, сияло солнце. Музыкант улыбнулся и вдруг вспомнил «А где же ходули?» И вновь кого-то завяза играла скрипка. И на зов явились, но уже не ходули, а два красивых дерева. С той поры музыкант уже не бродил по земле, а каждую весну выступал в цирке. «Бродячий музыкант!» – объявлял хозяин цирка. И два его весенних дерева. Музыкант играл, деревья танцевали, а публика хлопала и ахала от восторга и удивления. КОНЕЦ Продолжение следует...